Вкусно, сытно, аппетитно. Завершилась масленичная неделя. Прощенное воскресенье жители и гости Тамбова отметили в парке культуры. Какими блинами их угощали, какими забавами развлекали, узнавала Наталья Киселева. Многодетная семья Беловых. Масленица для них веселее и вкуснее, чем Новый год. Всю неделю готовили блины и блинчики. В выходной решили присоединиться к массовым гуляниям. На дегустацию купили блины со сметаной и сгущенкой. Дети любят сладкие блины. Я люблю с сахаром, с икрой красной. Заказала блин с икрой красной. Блинами и блинчиками можно было угоститься и бесплатно. Хозяюшки участницы конкурса на лучший блин с пылу, с жару сразу их раздавали. Марина Боровейникова блинопек опытный. Рецептов знает много и считает, что каждый блин – это солнце. Чем больше испечешь блинов, тем больше будет солнечных дней. Сначала все как обычно. Блинчики. Делаю яйца, мука, молоко, соль, сахар. Ну и добавляю кое-что, о чем, конечно, каждая хозяйка свой секрет не хочет выдавать. А раньше считалось, чем больше блинов испекут, тем богаче станет в доме. Не скупились и на угощения для гостей. Вот и в этот раз почивали всех блинами и блинчиками со сметаной, медом, джемом. Те, в свою очередь, вспоминали, какие начинки на масленичной неделе успели попробовать. На масленицу самое любимое – это с медом и с мясом. У нас семейные традиции петь маленькие блинчики и большие-большие блинцы. Обычно мы их едим с медом и с капустой. С маслом, с вареньем, со сметаной, с кефиром, вот чтобы, как говорится, держать. Вот единственное, что не попробую с вареньем. С клубничным у меня дом клубничный есть. Ну вот дома вечером попробую. Какие гуляния без ярмарки! Все сувениры буквально пропитаны духом русской масленицы. Не обошлось без забав. Сильные, ловкие и смелые покоряли шестиметровый столб. Залезают все желающие. Главное, чтобы не было допинга. А так помогаем даже снизу, поталкиваем немножко. Большинство участников раздевались основательно, чтобы поплотнее прижаться к столбу и добраться до вершины. А вот Петр Воронин раздеваться не стал. Говорит, это не главное. Это самый такой крутой столбик. Попался. Сложно было? Кто раздевается? Не знаю, я всегда в одежде. Мне так лучше. А в чем секрет? Обнимать его, любить поплотнее. Кроме сил, наверное, нет секретов. До кульминации праздника масленицы остаются считанные минуты. Обряд сжигания чучела носит поворотный момент. От зимы до долгожданной весны. Сжигание чучела масленицы – важный ритуал, который означает прощание с зимой. В этот раз трехметровая масленица сгорела достаточно быстро. Под крики и ликование горожан. Наталья Киселева, Николай Иванов, Анна Мусатова. Область новостей.